Всероссийский институт садоводства и питомниководства был основан в 1913 году. За более чем вековую историю в институте было выведено более 340 сортов плодовых растений. Но выгодно расположенные примкадовские земли института не могли не привлечь к себе разного рода мошенников. 22 января 82 года институту предоставляется в пользование 957 гектар земли. Но 2 ноября 1995 года постановлением главы Ленинского района площадь участка сокращается вдвое до 569 гектара. А спустя 20 лет начинается настоящая охота за землями института. Так, в 2015 году некое ООО «Инвестстрой» вышло с иском к администрации Ленинского района в арбитражный суд Московской области, потребовав отменить постановление главы от 1995 года о предоставлении 569 гектар земли институту. В обосновании требований истец сослался на то, что название института в постановлении указано неверно. Однако, тогда ему отказали, сославшись на истечение срока исковой давности и подтвердив правоприемство организации. Дело в том, что институт неоднократно переименовывался, что отражено в целом ряде приказов и распоряжений. Затем к атакам на институт через суды подключился гражданин ВВ Железнов, тот самый, что строил коттеджи на территории объекта культурного наследия Суханова. Но, пожалуй, самая дерзкая попытка присвоить себе институтскую землю была предпринята уже при главе Венцеля в 2019 году. На этот раз истцом выступила сама администрация округа, а поддержал ее видновский прокурор. Они снова потребовали отмены постановления о выделении земли, но уже в видновском суде. И суд, недолго думая, в январе 2020 года отменил акт о выделении земли, посчитав сославшуюся на справку из налоговой, что правоприемства организации нет. То есть тогда, в 1995 году, по мнению суда, землю дали какому-то другому, существующему только на бумаге, институту, а этот никакого отношения к тому не имеет. Не успело решение суда вступить в законную силу, как на месте фруктовых садов и клубничных полей института, уже начали возникать участки, выделенные через суд в качестве поев колхоза имени Владимира Ильича, земель которого здесь отродясь никогда не было. Согласно кадастровой выписке, земля под фруктовыми садами в настоящее время уже принадлежит некому закрытому поевому инвестиционному фонду развития под управлением офшорной компании УК Эверест Эссет Менеджмент, учредители которой зарегистрированы на Кипре. Учредителям же родственной организацией из того же холдинга ООС Эт Менеджмент Солюшн является гражданин Муртирос Севикян, работающий топ-менеджером строительной компании ФСК Лидер. Теперь все стало на свои места. Новым владельцам осталось только перевести сельхозземлю под застройку. Очевидно, скоро депутатам Ленинского городского округа пришлют на утверждение проект генплана, где сады института будут уже отнесены к зоне застройки. А потом к северу от Видного, на месте садов знаменитого института, начнется строительство очередного высотного микрорайона от ФСК Лидер, который окончательно перекроет жителям Видного въезд в Москву по стороне Горной улицы и М4. А в 2020 году жителям нашего округа стало известно, что клубничное поле между деревнями Спаска и Измайлова также чудесным образом превратилось в паи колхоза имени Владимира Ильича, который располагался в городском поселении Горки Ленинские, и его земли ну никаким образом не могли находиться на территории бывшего сельского поселения Булатниковское. До сих пор остается загадкой, чем руководствовался Видновский городской суд при принятии такого решения. В отличие от первых двух участков, новые владельцы которых еще пока не ведут никакой видимой деятельности, владелица одного из участков поселка Измайлова госпожа Мартемьянова СВ развела бурную деятельность. В свете объявленной мусорной реформы ЕОО Камелот, где она является гендиректором, устроила просто помойку на принадлежащем ей участке. Генеральный директор не является в Госадмотехнадзор, который желает ее увидеть, поэтому к ее поискам вынуждена подключиться полиция. ООО Камелот с одним сотрудником в штате и годичной регистрацией является владельцем еще нескольких участков на территории округа, попавших к нему через паи колхоза имени Владимира Ильича. Примерно с середины 2020 года часть питомников плодовых растений Института садоводства также перешла в частные руки по той же схеме, как паи колхоза имени Владимира Ильича. И теперь на этих участках сваливают асфальтовую крошку и другой строительный мусор, неизвестные лица. Один из таких участков даже полностью охватил трансформаторную подстанцию. И фактически жители поселка Измайлова теперь видят у себя под окнами свалку и не принадлежащую им, наверное, эту трансформаторную подстанцию. Субтитры создавал DimaTorzok